Фойе детской школы искусств «Оживление». Вновь прибывших регистрируют в списках выступающих. В зал проходят участники, гости и зрители. До начала несколько минут. Одни занимают места в зале, другие выходят на сцену. Пока не для выступления, а для получения последних наставлений, чтобы все прошло как по нотам. После того, как зал поаплодирует вам, получите свою долю оваций, отправляйтесь потихонечку в зал, садитесь на свое место. После того, как выслушаны необходимые инструкции, здесь же родители делают последние штрихи к образу выступающих детей. Наконец, публика и жюри занимают в зале места, гаснет свет, и зрителям перед началом финальных чтений показывают фильм, посвященный поэту, в честь которого и назван конкурс. Первые стихотворения Евгения Зубова были опубликованы в районной газете «Ленинец». Шло время, и Евгений Зубов появлялся на страницах газеты все чаще и чаще. Таким образом, восьмой районный конкурс художественного слова открылся. Перед началом чтения конкурсантов напутствовал начальник управления по делам молодежи, культуре и спорту администрации Ленинского района Моисей Шумаилов. После представления жюри, куда вошли работники различных областей культуры, чтения начались. Труба зовет в атаку корпус наш, и я в строю. Гусар драгунов пеших, в груди восторг, в руке моей палаш. Надо особо отметить, что к конкурсу многие участники подошли весьма творчески. Особенно в младшей группе чтецов часто на сцене появлялись дети в различных театральных костюмах. Всего в конкурсе участвовало около 60 детей и подростков со всей Московской области. В финал вышло 37 человек. За 8 лет конкурс расширил географию, изменился репертуар. Теперь здесь звучат стихи не только видновских авторов, но и поэтов всего Подмосковья. А зрители в зале чувствовали, что каждую строчку выступающие проносят через свое сердце. Есть такая фраза, как тренировать тело хорошо, а тренировать душу-то тоже надо. И вот сегодня мы как раз и видим, вот это отличительные черта этого конкурса. Вот как раз и тренировка души, я бы так сказал. Вообще, конечно, удивительнее. Дети, для жюри будет очень тяжело. Каждый выступающий – это какой-то огромный талант, это просто сын-то всего. Это чтец, это артист, это вот набор эмоций. За кулисами все волнуются, кто-то переживает за коллег, а кто-то репетирует, что называется, до последнего. Анастасия Шакирьянова, ученица видновской школы номер 7, уже опытный чтец. Принимала участие в зубовских чтениях несколько раз, но всегда выход на сцену – это новые впечатления. Каждый год как с новым переживанием, новые чувства, новые стихотворения. Помогает учительница всегда. Разные учителя были, всегда помогали. И выбираю стихотворения, которые как я чувствую, так их показываю. Учитель подправляет. Анастасия исполнила стихотворение поэта Натальи Власовой «Сон бойца». Надо отметить, что стихи на тему Великой Отечественной войны не раз звучали со сцены. Это и неудивительно. Именно они более всего наполнены трагизмом, эмоциями, страстью. Всем тем, чего часто не хватает в нашей повседневной жизни. Наши дети выражают то тепло и ту дружбу и те хорошие чувства, которых сейчас в мире очень мало. В связи с теми событиями, которые последние происходят в мире, и наши дети не отходят от телевизоров, наверное, больше и больше нужно проводить вот таких фестивалей, которые учат добро. Жюри пришлось нелегко, ведь финал зубовских чтений вышли лучшие из лучших, и можно с уверенностью сказать, что конкурс стал настоящим фееричным представлением. На награждение все получили дипломы участника зубовских чтений. Но видновская дирекция киносети для некоторых ребят подготовила свой приз, который позволит прозвучать их голосу на весь Ленинский район. Мы решили, что в этом году, в канун 9 мая, мы пригласим всех ребят, которые читали стихи о Великой Отечественной войне. Потому что память детей и знание детей нашей истории – это дорогая история. В преддверии Дня Победы стихи, которые запишут дети на видновском телевидении, будут транслироваться по телеканалу Видное ТВ. И пусть заветную статуэтку получили лишь трое лучших. Каждый из этих детей унесет с собой то тепло и те невероятные ощущения, которые дарит участникам сцена зубовских чтений. Максим Козлов, Алексей Руднев, Екатерина Чернышева. Видное ТВ.